Я не спеша пройду по центральной площади, Руки в карманы и на устах пощади, Наушники пропают о любви, Много ли они в ней видели, Много ли они в ней видели, И если сильно болит груди, Кто скажет, Все хорошо, Дим. Он приехал всего на один день, В руках чемодан, в голове стихи. Он поэт-путешественник Дима Олейник. Где-то полтора года назад я впервые поехал за границу, Это был Минск. Первый мой такой большой тур, Ну, как мне казалось, был весной того года. Я поехал в 12 городов, Было немножко Украина и чуть-чуть Россия. Вот, и я думал, я просто умру в конце тура, Очень не вымотался. Осенью со своими стихами он доехал до Красноярска, За месяц посетил 23 города. В таком ритме бывает непросто соблюдать привычный режим. Он пьет зеленый чай, не ест мясо и рыбы. Но при этих своих предпочтениях отнюдь не привередлив к еде и к жизни в целом. Я часть своего времени в детстве проводил в селе, И могу там и с хрюшами полагать, и с курочками, да, И там если что-то приготовить, то вообще запросто, суп, борщ сварить, То есть, ну, вообще нет, с этим вообще нет проблем. Дима Олейник – натура творческая, Тем не менее работает по установившемуся принципу. Заранее продумывает тему, Сочиняет дома, в камерной обстановке. Настрой задает определенная музыка, Она же потом звучит во время выступления. На таких вечерах он делится эмоциями и получает эмоции взамен. Возможно, это одна из причин, по которой он пишет регулярно, На протяжении последнего года. Я чувствую, что завтра снега выпадет с мой рост. Жить в снеге, жить с тобой, Мороз по коже твоих слов, Рисовать свою шизофрению, все по Фрейду. Дима Олейник – поэт современный. Его творчество живет не на книжных полках, А в интернете – в виде аудиокниг и видеоклипов. Есть, конечно, несколько печатных изданий, Но голос и картинка помогают поэту создать и усилить образы. И не грусти, мой друг, Пусть погрустят клоуны, Пусть роботы так и смазывают свои детали. Ты ведь сам знаешь, что мир огромный, И что не зря на закате киты умирали. Об одиночестве, о лжи, о смерти Он говорит языком любовной лирики или социальной. Политику старается не трогать, Тема, говорит, скользкая. Хотя как-то нарушил этот принцип. Полтора года назад написал посвящение украинскому президенту. И дело не в особой музе, Просто олейник сам из Днепропетровска. Насчет муза не знаю, это такое клише какое-то. А вот вдохновить. Например, буквально пару недель назад Я написал стихотворение на украинском языке. Это для меня очень большая редкость. Вдохновили меня события, которые происходили на Украине. То есть революция и много людей погибло. Иногда уже написанное хочется переписать, признается Дима. Но, наверное, добавляет это болезнь всех творческих людей. Когда не получается сочинить стихотворение, пишет прозу. Размышления о музыке, времени, отчае. Возможно, напомнят короткие рассказы Рея Брэдбери. Это один из любимых писателей олейника. Свои выдает в виде зарисовок в блоге или небольших историй. Есть, конечно, и внутренние переживания, без них никак. Есть и впечатления. Но в последнее время стараюсь писать о какой-то ситуации. Небольшой, собственно, которая имеет какой-то преломный момент. Например, у меня вот такой самый последний рассказик про Джона. Я часто употребляю имя Джона. У него все плохо, он одинок, он работает на почте. Его девушка умерла, он тоже хочет покончить с собой, но такой задумался, почему бы мне не поменять жизнь. Рассказ-выдумка, но этот самый Джон отчасти и есть Дима. Все, о чем мы пишем, мы пишем про себя, говорит олейник уже с позиции будущего психолога. Эту специальность он получает в университете. По возвращению из очередного поэтического тура надо будет садиться за учебники, готовиться к экзаменам. Придется временно отложить творчество и заняться прозой жизни.